Добрый вечер! Облако от Мишкана, соборного шатра, и тогда отправились сыны Израиля переходами из пустыни Синай, и остановилось облако в пустыне Паран. Так, первое движение, первый переход, который совершается по пустыне после дарования Тора. В тексте указано точно время, когда это произошло, на второй год, то есть второй год по исходу из Египта. Точка отчета – это исход из Египта. И годы Тора отчитывает от исхода из Египта, и месяцы от исхода из Египта. Поэтому то, что сказано «второй месяц», это означает месяц Ияр, первый месяц, месяц Ниссан, месяц, в котором был исход из Египта. В 20-й день Раши тут же делает подсчет. Стало быть, евреи провели у горы Синай, у Хорева почти 12 месяцев. Без малого всего лишь не хватило 10 дней. Ведь в начале месяца Ияр, в начале месяца Сиван, еврейский народ пришел к горе Синай, 1-го числа месяца Сиван, и 20-го, почти через год, 20-го числа месяца Ияр, то есть всего лишь за 10 дней до начала месяца Сиван, еврейский народ оставляет эту стоянку у горы Синай, которая являлась решающей. Ибо там у горы Синай были получены заповеди Торы, там был заключен союз со Всевышним. И вот теперь, вооруженный этими заповедями и законами, еврейский народ направляется в Иерусалис Раэль для того, чтобы там эти законы и реализовать в практической жизни. Первый переход из Синай в пустыню Паран. Как-то следует из других мест Торы, мягко говоря, не самое приятное место для пребывания в пустыне Паран. И отправились они, читаем дальше, это 13-й стих, и отправились они в путь в первый раз по знаку Бога, по слову Муши. То есть был знак Бога. Это мы уже упоминали на предыдущих уроках. Это означало, что знак передавался через состояние облака. Облако, которое находилось постоянно над Мишканом, над Соборным шатром. В тот момент, когда пришло время двигаться в путь, облако вытягивалось наподобие бревна или балки, над станом Иуды. Авангард, те, которые должны были двигаться впереди. И затем было слово Муши, восстань же Господи, и выходили в путь. По знаку Бога, по слову Муши. И впереди двинулся стан сыновей Иуды по их ополчению. Так, еврейский народ разделялся на стоянки, на четыре стана. В каждом из станов по три колена, по три племени. И одной из них, ведущая и глава этого племени, он ведет весь этот стан из трех колен. Так вот, те, которые двигаются вперед, Авангард, это стан Иуды по их ополчениям, и главой над его ополчением Нахшон Бенаминадав. Нахшон Бенаминадав, который был главой, вождем колена Иуда, он ведет за собой все три колена, входящие в его стан. И когда снимали святилище, двигались сыны Гершона и сыны Мерари, носители шатра, и двинулось знамя Стана Раувена по его ополчению. Очень понятно, каким образом пошли сюда левиты, сыны Гершона и сыны Мерари. Напомним, что колено леви, левитов, служителей, которые были назначены служителями храма, разделялось на три больших семейства – Киат, Гершон и Мерари. Когда снимали святилище, двигались сыны Гершона и сыны Мерари. А вопрос, а когда снимали святилище, кто его снимал и где они двигались? Они двигались сразу вслед за станом Иуда, дальше написано «И двинулось знамя Раувена по его ополчениям». Второй стан еврейского народа, во главе которого стоит колено Раувен, двигается вслед за станом Иуды. А левиты, сыны Гершона и Мерари, они между ними или они после Раувена? Над его ополчением Элицур, Бен-Ждыу. Затем двинулись сыны Киата, несущие святилище, так, чтобы святилище было воздвигнуто ко времени их прибытия. Вот по поводу сыновей Киата, третьей из семейства Леви, сказано точно, вроде бы понятно, что они идут после того, как выходит в путь стан Раувена. И двинулось знамя лагеря сынов Ифраема, по их ополчениям, над их ополчением были Шамад бен Амиуд. Амиуд, третий стан, стан Фраема, выходит в путь вслед за Киатом, а над ополчением коленов сынов Минаше, Гамлеен бен Педацу. Начнем разбирать этот отрывок более подробно. Прежде всего, по поводу святилища. А когда снимали святилище, двигались и на Гершона. Что это все означает? Кто его снимал? И когда его снимали, святилище? Храм был построен так, чтобы он был действительно разборной конструкцией, чтобы его можно было легко разобрать, перенести по частям и быстро собрать его на новом месте, на новой стоянке. Он отвечал именно требованиям движения по пустыне. Раши отвечает на наши вопросы так. Когда снимали святилище? Когда стан Юда отправлялся в путь. Значит, был знак облака. Вслед за этим трубили в трубы. Это уже был знак всем собирать свои вещи. И затем, по слову Муше, «Востань же, Господи, и пусть разбегутся враги Твои», начинали выходить в путь. Тогда, по слову Муше, двигалось и облако. По знаку облака выходили на марш сыны Юды. И вот тогда, когда святан Юды отправлялся в путь, не дожигдаясь пока сыны Рувена, выйдут в путь уже тогда, Аарон и его сыновья входили в мешкан, в святилище. Снимали занавес и накрывали им ковчег. То есть еще до того, как разбирают само здание, прежде всего из него выносят наиболее святые его части, а именно те предметы, которые там стояли. Аарон, то есть шкаф, ящик, в котором находились скрижа Лизавета, его, значит, когда снимали занавес, накрывали им ковчег. В это время сыны Гершона и сыны Мирари начинали разбирать весь шатер и укладывали его части на повозки. Что же касается ковчега и остальных священных принадлежностей, то их должны были снести сыны Киата. Обратим внимание на это различие. Сам соборный шатер, брусья из которых были сделаны его стены, его покрытия, это несут сыны Гершон и сыны Мирари на повозках. Специально для этого предназначено. Что касается уже внутренней утвари, то ее несут на руках. Она не едет на повозках. Ее несут на руках сыны Киата, левиты из семейства Киат. Значит, их должны были нести сыны Киата. Они пока что стояли покрытые завесой. И уже были вставлены шесты, на которых их будут нести. И так они ждали, пока не двинется знамя колена, лагеря Реувена. А уже за ним отправлялись в путь и сыны Киата. То есть вопрос, который мы задали по поводу того, что сказано, когда снимали святилище, двигали сыны Гершома и сыны Мирари, носители шатра. Когда они двигались? Они двигались лет за первым станом, станом Иуды, до Реувена или после Реувена. Ответ – они начинали разбирать шатер, соборный шатер, как только двигали сыны Иуды, еще до того, как в путь выступали сыны Реувена. Они заканчивали разбирать шатер, укладывали все на повозки и выступали в путь сразу вслед за вторым станом, станом Реувена. И дальше сказано, затем двигались сыны Киата, несущие святилище, так, чтобы святилище было воздвигнуто ко времени их прибытия. Что это означает? Раша поясняет, что когда приближались к следующей стоянке, туда, куда шли, то сыны Гершона и Мирари, то есть два семейства левитов, которые везли в повозках части разобранного шатра, они приезжали на марш и сынов Киата, и, подходя к новой стоянке, они уже возводили святилище. То есть, когда был знак, что сейчас остановка, это означало, что облако, по знаку которого шли, оно останавливалось над марширующими, над шагающими сынами Иуды. Это был знак, что здесь будет остановка. Тогда сыны Гершона и Мирари, они разбивали лагерь. То есть, прежде всего, подготавливали место для сборки Мишкана, соборного шатра. Там они его собирали, а сыны Киата, третье семейство левитов, которые несут ковчег завета и все священные принадлежности, все утварь Мишкана, они еще только на марше. И, таким образом, сыны Гершома и Мирари, они успевали собрать святилище. К тому времени, когда подходили сыны Киата, они уже подходили и видели, что святилище уже собрано. Шатер собран, стоит все, что оставалось прямо с марша, не останавливаясь, внести всю священную утварь внутрь его, и ковчег, и стол для хлебов предложения, и семисвечник, и жертвенники. Все это прямо с марша вносилось в уже собранный мешкан, в собранный шатер. Такой был порядок. Читаем дальше. Все еще 10 глава, 29 стих. Прямо в самом начале движения от горы Синай в направлении Расисраиль. Муше решает проблему со своим тестем. И сказал Муше Ховаву, сыну Реуэля, медьянитянину, тестью Муше. Мы направляемся к тому месту, о котором Бог сказал, я отдам его вам. Мы не просто двигаемся, мы не просто ходим по пустыне. Наше намерение прямо сейчас непосредственно направится в Эрес, в Израиль, в землю обетованную. Пойдем с нами, и мы отплатим тебе добро, мы бы Бог обещал благополучие Израилю. Уже приглашает своего тестя идти вместе с ним. Вопрос, а что, он думал, что тесть с ним вместе не пойдет? Он думал оставить его здесь? Но тот сказал ему, нет, не пойду. Ну как, действительно, тесть не согласен. Лучше я пойду в свою страну, то есть в медьян. И к своей родне. Но тот сказал, потому что ему возражает. Пожалуйста, не оставляй нас. Я прошу тебя об этом, потому что ты знаешь места наших стоянок в пустыне и мог бы служить нам глазами. И если ты пойдешь с нами, то добро, которое Бог сделает нам, мы сделаем и тебе. Вот такой отрывок, который вызывает немало вопросов и сложностей для понимания. Во-первых, самый первый вопрос. Нам известно, что тесть Муша – это Итро. Здесь мы читаем «И сказал Муша Ховаву, сыну Реуэля, меденитяне, тесть Муша». И так есть меденитяне, действительно. Тесть Муша, как его зовут? Не Итро, а Ховав. И он еще сын Реуэля. Каким образом? Это первый вопрос. Второй. Муша уговаривает своего тестя, чтобы он их не покидал. Почему? Потому что взять не хочет остаться своим тестем? Нет. У него есть другая причина. Ты знаешь места наших стоянок в пустыне. И ты мог бы служить нам глазами. Что значит служить нам глазами? Я имею в виду быть проводником. Может быть, поскольку Итро был меденитянином. То есть жил он совсем недалеко от горы Синай. То эта местность, она ему хорошо знакома, в отличие от евреев, которые до сих пор жили в Египте. И работали с утра до зари на великих стройках фараона. И никакого понятия о местности и о дорогах, которые ведут через Синайский полуостров к Рыце Сраэль, не знали. Так, наверное, им нужен проводник. Поэтому он уже и боится, чтобы тесть не ушел. А как же они без проводника? Это тоже непонятно. Потому что на самом деле в проводнике не было никакой необходимости. Шли-то, как тоже же подчеркивают, шли по знаку Бога. То есть шли вслед за облачным столпом. Куда он шел? Туда, вслед за ним, поворачивали сыны Израиля. И все стоянки были тоже исключительно по знаку облака. Где облако останавливалось? Там разбивали лагерь. Как только облако отправлялось в путь, шли вслед за ними. Так зачем же нужен какой-то проводник? Что говорит нам Раши? Как он отвечает на наши вопросы? Прежде всего, Раши разбирается с вопросом имени тести. Ховаав, так называется, тесть на уши здесь. Он же Итру. Это не два разных человека. Это тот же самый человек. Ничего страшного, если у него разные имена. Вообще, в Торе многие люди называются разными именами. Ибо имя определяет характер и суть человеческой личности. Но поскольку о многих людях можно сказать, что личности у них многогранные, то ничего страшного, если они имеют несколько имен. Ибо каждый из имен отражает какую-то из грани личности человека. Так же и здесь, в случае с Итро. Прежде всего, доказательство, что Ховаав, он и есть Итро. Это мы видим из книги Шофтим, книга Судьи. В 14 главе сказано там так. О людях, которые были из сынов Ховаава, тестья Муше. Стало быть, и в книге Шофтим подтверждается, что имя тестья Муше – Ховаав, он же Итро. Ну, вроде бы проблему решили. Квадрошисток, не совсем. Дело в том, что здесь он называется Ховаав – сын Реуэля. А в книге Шмот, когда рассказывается о том, как Муше впервые познакомился со своим будущим тестем, было это так. Он бежал из Египта, скрывался сначала в Синайской пустыне, затем пришел в Медьян. И там у колодца он увидел, как местные пастухи отогнали от колодца дочерей Итро, которого подвергли тогда астракизму. И Муше их защитил и не дал их отогнать. И после того, как Муше их защитил, и они сумели напоить, несмотря на недовольство пастухов, они сумели напоить своих овец, пришли домой. И сказано, и пришли они к Реуэлю, своему отцу. И среди них Цепора – будущая жена Муше. Стало быть, будущего тестя Муше звали Реуэль. Реуэль. У нас был Итро, у нас был Ховаав – сын Реуэля. И вдруг оказывается, что его звали Реуэль. Говорят, Реуэля – нет, Реуэлем его не звали. Реуэль действительно был дедом жены Муше. Почему же тогда сказано, что они пришли к Реуэлю, своему отцу? Это потому, что дети часто называют деда-отцом. То есть, в древнем мире, эта вещь нам незнакома, ибо у нас так не принято. Но в древнем мире перешагнуть через одно поколение не представлялось проблемой. То есть, мы видим, здесь Тора называет деда-отцом. Почему он отец? Он отец отца. Ну, в общем-то, отец. Ой, отец в квадрате. Аналогично, когда Яков знакомится со своей будущей женой, Реуэль. Он говорит о ее отце, о Лаване, называя его своим братом. Хотя на самом деле он ему не брат. На самом деле он ему дядюшка. И вместе с тем Яков называет его братом. Снова, переход через одно поколение, он не брат Якова, он брат матери Якова. Но это не мешает Якову назвать его братом. Итак, в десятках мест мы видим подобного рода явления, что дед называется отцом, дядя называется братом. То есть, вот этот вот переход через одно поколение не представлял проблем. Вот почему сказано, что они пришли к Реуэлю. Это был их дед, но тоже называет его отцом. Ну, по крайней мере, Реуэль – это не имя тестя Муше. Но это не значит, что у него было всего два имени. Ховав и Итру. Продолжает Раши. У тестя Муше было много имени. И каждый из имен, как мы сказали, отражал определенную грань. Итру он назывался от слова Етер. Етер – то есть нечто дополнительное, прибавленное. Почему? Потому что при его посредствии был прибавлен один раздел Торы. То есть раздел Торы о том, где в книге Шмот повествуется о том, как Муше стал судить народ. И народ стоял к нему с утра до вечера в очереди. Для того, чтобы он разбирал какие-то сложные вопросы или какие-то тяжбы и недоразумения, возникавшие между людьми. И Итру в виде этого предложил ему сделать иерархическую судебную систему. То есть чтобы не весь народ обращался к Муше, а чтобы были судьи младшего ранга, и чтобы люди сначала обращались к этим судям младшего ранга. И только сложные и тяжелые вопросы, которые те судьи не в стоянии разобрать, а чтобы с ними обращались к Муше. Вот это вот дополнительный отрывок, в котором сказано о создании вот такой вот судебной системы иерархической. он появился в Торе благодаря Итру. Поэтому, благодаря тестью Муше, и это то, что дало ему новое имя – Итро. Тот, кто прибавил, добавил. Имя Ховав – оно тоже значащее. Ховав от слова Лыхабев, то есть симпатизировать чему-то, любить что-то. Он назвался Ховав. Ховав почему? Потому что он полюбил Тору. Полюбив Тору, он решил сделать Гиюр и присоединился к еврейскому народу. И так далее, и тому подобное. Все семьи были имя. Ну, кое-как с личностью мы разобрались. Это тесть Муше. Это не кто-то другой со всеми его именами. Теперь, что говорит ему Муше? Мы направляемся к тому месту, о котором Бог сказал, я отдам его вам. В принципе, мы знаем, что это путешествие в конечном итоге заняло еще 39 лет. Но тогда никто об этом не знал. Поэтому мы отправляемся к тому месту, мы не просто идем по пустыне. Мужа не сказал, что мы собираемся странствовать в Синайской пустыне еще 39 лет. Поскольку тогда он был уверен, что идут без промедления, в течение трех дней собираемся уже вступить в эту землю. Переход через Синайскую пустыню не дальняя дорога. Хотя, конечно, народ обременен и своими вещами, и своим скарбом, и стадами. Идти можно медленно, но вместе с тем от Синая до границы земли Израиля можно было добраться и таким тихим ходом вполне за три дня. Таков был первоначальный план. Этот первый переход они совершали с намерением войти в землю Израиля, продолжает Раши. Однако согрешили из-за роптавших, то есть последующие события, которые Тора рассказывает, ропота и неповиновения сынов Израиля вплоть до чего-то похожего на бунт, из-за них продвижение остановилось, из-за них еврейский народ в конечном итоге остался в Синайской пустыне на 39 дополнительных лет. Так или иначе ему же предлагает тестью пойдем с нами. Дота отказывается. Сказал ему не пойду. Лучше я пойду в свою страну и к своей родне. Раши говорит в свою страну и к своей родне. Это два разных аргумента. В свою страну как из-за моего достояния, так и из-за моего семейства. То есть в моей стране у меня есть там достояние. А достояние в древнем мире это однозначно означает земля. То есть там у меня есть земельный надел и кроме того мое семейство там. Муше возражает упрашивает его пожалуйста не оставляй нас. Я прошу тебя об этом потому что ты знаешь мечта наших стоянок в пустыне и смог бы быть нашими глазами. Почему так мешает Муше что тесть хочет уйти. Раши говорит что Муше опасался здесь что выйдет в Хиллуль Ашем профанация имени Бога. Пожалуйста не оставляй нас пишет Раши чтобы люди сказали не из любви к Торе стал Витро Гером то есть то что Витро принял иудаизм и присоединился к еврейскому народу это не было из любви к Торе а это было из материального расчета он надеялся получить надел земле Израиля но ему стало известно что это не так земля Израиля в соответствии с законом должна была быть разделена на наделы между сынами Израиля Гейрим то есть люди не произошедшие от Авраба которому была обещана эта земля присоединившиеся к еврейскому народу они не имеют надела в стране Израиля и поэтому говорит Раши муж и опасался что выйдет из этого Хиллуль Ашем люди скажут ну Итро примкнул к евреям надеясь вместе с ними поживиться лакомым кусочком в стране Израиля когда ему стало известно что землю он там не получит сказал большое спасибо до свидания я пойду у меня у меня есть земля в Мидиане я тогда вернусь к себе в Мидиан это Хиллуль Ашем и на самом же деле было не так на самом же деле конечно то что привело Итро в стан еврейского народа и то что повлияло на его события это было именно его выбор сознательный выбор человека который многое в жизни видел который много религий перепробовал который много верований знал и в конечном итоге познакомившись с Торой в конечном итоге услышав об исходе из Египта он понял что истина находится здесь и ради этой истины он и стал вером он и принял иудаизм и так Мушев выдвигает ему аргумент не уходи это будет рассчитано как это приведет если ты уйдешь это приведет к кривотолкам и будет из этого выход в вершину стала бы проблема не в том как сказано дальше и ты будешь нам потому что ты знаешь места наших стоянок и в пустыне и мог бы быть нам глазами мы поняли что этот текст означает что Муши опасается как же ему быть без проводника в пустыне вот есть человек который из местных он хорошо знает всю местность всю пустыню он будет нам проводником на что мы спросили возразили а зачем нужен проводник все равно идем вслед за проводником с большой буквы вслед за облаком облако уж ему не нуждается облако не нуждается ни в картах ни в знании местности ни в GPS ни в каких навигационных приборах и за ним вслед идем поэтому зачем нужен проводник Капатраши действительно дело не в этом а дело в том что Муши опасался здесь Хилуляше если так тогда как понять я прошу тебя об этом потому что ты знаешь места наших стоянок в пустыне причем здесь Хилуляшема места наших стоянок в пустыне поясняет Раши потому что ты знаешь места наших стоянок в пустыне и так подобает тебе то есть не уйти от нас а присоединиться к нам это подобает тебе такое поведение ведь ты видел наши стоянки в пустыне чудеса и великие события, которые с нами случились. После всех тех чудес, после всех тех событий, в которых явно совершенно проявилось то, что Всевышний управляет этим миром, рука Всевышнего была видна, очевидна, во всех этих первых событиях пребывания, за первый год пребывания в пустыне. Если так, то, естественно, для человека, который был тому свидетелем, был на этих стоянках, даже если он не еврей, видел все своими глазами, то, естественно, совершенно вывод из этого присоединиться к еврейскому народу и стать служителем Бога. Поэтому негоже тебе уходить, что люди скажут, что из из-за участка земли пришел и ушел. Кроме того, мужик говорит, а что касается материальной стороны дела, то тоже в накладе не останешься. Если ты пойдешь с нами, то добро, которое Бог сделает нам, мы сделаем тебе. Что это значит? Ведь земельного надела-то он не получит там. Говорит, Раши, что же это за добро? Что мужик здесь обещал? Какое добро они дали ему, уже выполняется свое обещание. Мудрецы говорили так. Когда земли Израиля делили землю, после того, как состоялось вторжение в Российской войне, завоевание, наконец, земля была завоевана, поступили к дележу. Так вот тогда, сначала разбили страну на участки для каждого из 12 колен, и вот тогда небольшое место в районе Ерихона не было поделено между колен. Тое самое место вокруг Ерихона, которое сегодня можно увидеть, растут финиковые пальмы. Самое замечательное, самое плодоносное место около Ерихона. Величиной всего 500 на 500 локтей. 250 на 250 метров. Оставили, решили не отделить это. Зачем? Поскольку в дальнейшем было известно, что придется строить храм. Сейчас пользуются переносным шатром-мешканом, святилищем переносным. А в дальнейшем, когда страна Израиля будет завоевана, то храм должен быть уже стационарным, а не переносным. Его нужно будет построить в каком-то месте. Если вся земля разделена между коленами, значит храм будет построен на территории какого-то одного из колен. Пока известно какого и в каком месте. Но это неправильно. Место храма должно быть экстерриториальным. Оно не может принадлежать кому-то одному из колен. Стало быть, то из колен, на территории которого будет построен храм, этим местом должно пожертвовать. Но тогда оно должно получить компенсацию. И вот было решено, что тот самый участок, 500 локтей на 500 локтей, его оставят, не поделят, не зависят. И когда будет известно, в каком месте будет построен храм, и какое из колен должно будет получить эту компенсацию, оно получит вот этот самый участок в районе Ерихона. Ну а пока что? Что будет с этим участком? Пока что. А пока что его дадут на это время, до тех пор, пока храм не будет построен, его дадут сыновьям, Ятро. То есть Ятро, как Герр, не получит свой собственный надел, но он получит в пользование, в такую долгосрочную аренду, которая оказалась на 440 лет. Он получит вместе со своими потомками, в долгосрочную аренду, вот это вот место в районе Ерихона. Так объяснил Раши. Из комментариев Раши не совсем ясно, почему в действительности Етро хотел уходить. Мы видим, Раши подробно очень объясняет аргументы Муше, почему Етро не следует уходить. Это будет Хилуля Шеем, и потому что ты знаешь все наши стоянки и видел все чудеса, которые были. И мы тебя так не оставим, и объяснение, что ему Муше пообещал, все замечательно. А почему Етро с самого начала не хотел? Что же действительно из-за того, что он не получит куска земли, из-за этого он хотел уйти? В этом проблема. И второе, что неясное из слов Раши, сумел ли Муше уговорить его? То есть после всех этих аргументов Етро настоял на своем и вернулся к себе домой в Медьян, или он внял уговор о Муше и остался в лагере Израиля? Неясно. Скорее всего, в действительности то, что толкнуло Етро на возвращение, и почему он действительно хотел вернуться, это то, что он понял, что на дело в земле Израиля он не получит. Поэтому он захотел уйти. Хотя некоторые говорят, на самом деле, идея здесь была другая совсем. А именно, он пошел на свою землю, к им или арци, но лучше я уж пойду в свою, как там сказано, лучше я пойду в свою страну и к своей родне. Как объяснил Раши, в свою страну из-за моего достояния, то есть из-за моей земли и из-за моего семейства. Так некоторые комментаторы объясняют, что имеется здесь в виду вот что. Он отправился в свою страну для того, чтобы продать там свой надел земельный. Он не мог его оставить, ему необходимо его было продать, именно поскольку он услышал, что у него земли в Эрс-Исраиле земельного надела не будет. Ему нужно существовать на какие-то деньги. Поэтому, прежде всего, он решил отправиться к себе домой, чтобы продать свою землю там. Второе, что касается семьи, это не то, что он собирался присоединиться к своей семье и жить с ней. Нет, имеется в виду, что он вернулся для того, чтобы привести свою семью к иудаизму, чтобы они тоже уговорить их, чтобы они тоже приняли геюр, и уже тогда вместе со всей семьей новоиспеченных евреев и вместе с деньгами, которые он выручит за продажу своей земли, тогда он придет в Эрс-Исраиле. Так объясняют некоторые комментаторы, в том числе, например, Тайхамим и другие. На первый взгляд, непонятно. Ну, если так, то это вполне рациональное, понятное решение. Почему тогда оно не нравится мужа? Почему мужа начинает его уговаривать «не уходи»? В чем проблема? Дай человеку идти, продать свою квартиру, собрать вещи, собрать семью, и он придет уже, он вернется. Но очевидно, Моше все-таки, нужно сказать, что Моше все-таки опасался, что Хиллоряша им по фонации имени Бога будет, потому что люди не знают, для чего он уехал. Да мы знаем, да, он ушел для того, чтобы продать свою квартиру и собрать свою семью и приехать, сделать ей герой приехать. Но людям это не очевидно. Поэтому слухи могли поползти, что Итро, как только услышал, что куска земли он в Эрс-Исраиле не получит, тут же удочки смотал, и все. Поэтому пусть Итро уйдет потом, пусть сейчас он двигается вместе со всеми, придет вместе со всеми в Эрс-Исраиле. Потом уже, придя в Эрс-Исраиле, потом можешь вернуться домой, продать там свою квартиру и собрать семью. Но не сейчас, чтобы не был Хиллоряшим. Так, наверное, нужно понять по Раши. Не исключено, что, по крайней мере, из других мест в комментариях Раши можно сделать вывод, что, скорее всего, Итро внял аргументом Моше и остался в лагере Израиля и пришел вместе со всеми в Эрс-Исраиле. Но конкретно уже на эту тему говорит Рамбан. Посмотрим комментарий Рамбана к этому отрывку. Писал Рамбан так. «И сказал Моше Хуаву сыну Реуэля. Я уже объяснял, что Хуава – это новое имя Итро». Рамбан, начиная с того, с чего он начал Раши. Прежде всего, разобраться с именами. О ком здесь идет речь? «Тесть Моше, как его зовут, Итро, почему уже здесь сказано Хуава?» Рамбан пишет, Рамбан здесь. Я уже объяснял, что Хуав – это новое имя Итро, данное ему, когда он принял Тору Израиля. То есть, его коренное имя – Итро, так называет его Тора в книге Шмот, под этим именем Моше впервые познакомился со своим будущим тестем. Но после того, как он присоединился к еврейскому народу и сделал Гию, то как это принято и после, в сей день, любой человек, который делает Гиюр, он получает новое еврейское имя. То же самое произошло с Итро. Он получил новое имя, и отныне, то есть в книге Шмот, до того, как он сделал Гиюр, он называется Итро, а здесь, после того, как он сделал Гиюр, он называется Хуавава, ибо он принял новое имя. Так поступают со всеми Герами, чего странного здесь нет. Каждого своего служителя Бог называет новым именем. Тот, кто присоединился к служащему Богу, получает новое имя. И вот Моше поразил его пойти вместе с ними в землю к Иоаннскую и сказал ему, мы сделаем тебе добро. Это был его самый первый гонок. Ты нас не покидай, ты не уходи, а мы сделаем тебе добро. Пойдем с нами, и мы отплатим тебе добро, ибо Бог обещал благополучие Израилю. Что подумал, какое добро? Добро, очевидно, поскольку Эр-Сисраэль собираются завоевывать, не заселять целину и пустынные территории. Там, где есть завоевание, там есть трофеи. Очевидно, решил Итро, Моше имеет в виду трофеи, что с ним поделятся трофеями от завоевания страны. То есть, военная добыча, серебро, золото, скот, но не земельный надел. Именно поэтому он и не пожелал идти с ними. Все это добыча, все это очень замечательно, но спасибо не надо. Лучше уж я пойду к своей землю и к своей родне, ибо там у меня есть и свой надел, и имущество, и статус. Земельный надел и статус связаны. В древнем мире, как это мы видим сегодня, из египетских источников человек, который не имел земельного надела, это был человек, имеющий самый низкий социальный статус. Просто бомж, как сегодня говорят. Поэтому, причем желание, сколько бы ни обещали ему добра и тому подобного, и трогавая спасибо, я возвращаюсь к себе домой. И тогда муж и попросил его, пожалуйста, не оставляй нас. Ведь ты хорошо знаком с пустыней, ты мог бы служить нам проводником. Мы спросили, стоп, а зачем нужен проводник? Ведь идут-то по пустыне вслед за облаком, куда облако, туда и весь народ идет. Не нужен проводник. Говорит Рамбан, имеется в виду, что ты мог бы служить нам проводником при завоевании земель. Дойти до этого места нам не нужен проводник. Мы пойдем в пустыне вслед за облаком. Но уже когда начнется война, война уже будет исти, скорее всего, естественными способами. И вот тогда нам понадобится и разведка, и знание местности. И вот тогда ты нам как раз и пригодишься. Ты разведаешь для нас путь, по которому мы пойдем. Уже в ходе завоевания вырос в Исраиле. То есть, несмотря на то, что из стиха следует, что Итро был знаком с пустыней, очевидно, это знакомство с пустыней распространялось и на приграничные с пустыней южные части страны Израиля, в которых тоже нужно будет разбираться в местности для того, чтобы начать завоевание. Там никто не обещал, что облако будет везти их. И то добро, которое Бог сделает нам, мы сделаем тебе. Потому что я намекнул ему, что Итро может получить и надел в стране, не золото и серебро, нет, и надел, как за помощь в ее завоевании. То есть, получить надел по праву, как получит любой сынов Израиля, вышедших из Египта, это нет. Ибо он только присоединился, как празелит, как герк народу Израиля. Но он может получить и земельный надел там, как плата за службу. Ты будешь нам проводником, ты будешь возглавлять отделы картографии и военной разведки, и за это получишь награду земельную. И мне кажется, что Итро поступил в соответствии с просьбой Муши. Рамбан очень точно старается вырыть. Нет однозначных доказательств. Но мне кажется, что Итро поступил в соответствии с просьбой Муши. И об этом свидетельствует сказанное в Иерусалимском Талмуде, потомки Кейни, Кейни имеется в виду, это именно тесть Муши, Медянитянин, ибо эта местность и народ, из которого он вышел, впервые называется в Торе Кейни. Это часть среди десяти народов, территории которых были обещаны Абрамы. Так вот, потомки Кейни, тесть Муши приносят первые плоды, приносят Бекурима, это первые плоды в храм, и произносят соответствующую декларацию в том, что когда человек приносит, исполняет заповедь Бекурим, принесение первых плодов в храм, он должен сказать, декламировать эту декларацию, о том, как Бог своей милостью привел нас сюда и дал нам эту землю, и дал нам эту землю. Сказано, что потомки Итро приносят Бекурим и говорят, имеют право прочитать, и дал нам эту землю. Это не ложь. Стало быть, место надел земельный в Иерусалиме. Они получили, несмотря на то, что их пратец Итро был гером-празелитом. Ведь написано, пойдем с нами, и мы сделаем тебе добро. Значит, получается, что в конечном итоге, поскольку эту декларацию мог произнести только тот, кто имел наследственный надел в Иерусалиме. Стало быть, потомки Итро, произнося это, имели наследственный надел земли. Стало быть, Итро получил землю. А как он ее получил, если он был только гером, а земля Израиля была разделена только между коренными израильтянами и потомками Авраама? То есть мы вынуждены сказать, что он получил свой надел в награду, как плату за его службу проводником и разведчиком. Что стало с потомками Итро после того, как, если мы вспомним то, что говорили выше, и Раши это привел, то, что территорию рядом с городом Иерихоном, которую нужно было оставить для тех, кто выделит свою территорию для строительства храма и получит ее в дальнейшем как компенсацию, пока что на время оставили для Итро и его потомков. В дальнейшем, когда им пришлось освободить, это когда действительно храм был построен, был построен на территории между коленом Иуда и Бениамин, и нужно было эту территорию отдать сынам Иуды, то тогда уже потомки Итро расселились среди колена Иуда, а некоторые из них, мы видим, они же ведут кочевой образ жизни, судя по тому, что сказано в книге Судей и по всей стране, от Северной Галилеи и до Южного Легера. Следует заметить одну любопытную деталь. Рамбен не стал объяснять как Раши, что Итро собирался идти для того, чтобы реализовать свою недвижимость, продавать там свою землю и делать геюр своей семье. И не мог Рамбан этого объяснить, ибо в книге Шмот Рамбан полемизирует с Рашей, который написал, что Итро пришел после, вся вот эта история с Итро, когда он пришел к Муше и увидел, как тот судит народ, все то, что описано там, это произошло после дарования Туры. Рамбан полемизирует там с Рашей, ничего подобного. Это произошло так, как следует буквально из текста, до получения Туры. А, то есть Итро был во время дарования Туры, Итро уже был среди народа Израиля, и он вернулся в дальнейшем, после этого, он вернулся к своей семье, сделал всем своим домашним геюр, и затем снова пришел в стан Израиля уже после дарования Туры. Поэтому уходить сейчас, через год после дарования Туры, уходить заново в свою страну для того, чтобы делать геюр в своей семье, не было необходимости, ибо геюр этот уже был сделан еще год тому назад. Это Рамбан. Прочитаем следующий отрывок. И отправились они от горы Божьей на три дня пути. А Ковчег Завета двигался перед ними в трех днях пути, подыскивая место отдыха. И днем, когда они снимали лагерь, над ними было облако Бога. И было, когда Ковчег отправлялся в путь, но уже говорил, восстань же, Господи, и рассеются твои враги, и побегут от тебя ненавидящие тебя. А когда он останавливался, то говорил, возвратись же, Господи, к миллиардам тысяч Израиля. «И стал народ как бы роптать на Бога, и услышал Бог, и воспылал его гнев, и загорелся у них огонь Божий, и поглотил край стана, и возопил народ к Муше, и помолился Муше Богу, и утих огонь». Вот начинается первая проблема. До сих пор все замечательно. Народ Израиля находится у горы Синай, получает заповеди. И ни слова нигде не было сказано, что были недовольны. Все были довольны. И вот здесь, на самом первом переходе, стал народ как бы роптать на Бога. Вообще очень непонятно, что это за вражение «как бы роптать». Либо роптали, либо не роптали. Раши поясняет так. «Как бы роптать», то есть стали они искать повод. Это не значит, что у них действительно была какая-то серьезная проблема, из-за которой они могли жаловаться. Но искали повод для того, чтобы пожаловаться. Повод для того, чтобы устраниться и не следовать за Всевышним. На что же конкретно они тогда жаловались? «Горе нам! Как же мы утомились в дороге! Три дня мы не знаем отдыха от тягот пути». В действительности три дня шли, и первую остановку сделали всего лишь, то есть лагерь разбили всего лишь через три дня пути. И воспылал гнев. Почему воспылал гнев Всевышнего? Насколько он видел здесь неблагодарность. Я-то хотел, чтобы они немедленно вошли в землю кинанскую для их же пользы. Скорее, вместо того, чтобы растягивать все это путешествие по пустыне, быстрее, быстрее, быстрее войти сразу в землю обетованную и получить ее как можно скорее. А они теперь жалуются. И воспылал его гнев, и загорелся у них огонь Божий, и поглотил край стана. Край. Какая разница, край не край. Для чего это сказано? Край стана. Рашек говорит, что не имеется в виду географическая координата, с какой стороны стана это было. Имеется в виду крайние люди, которые были в стане. То есть погибли из-за этого ропота люди крайние. Кто это? Были крайние люди. Два обозначения. Два объяснения есть у Раши. Имеется в виду, что огонь поглотил крайних из них, то есть те, кто обличался. То есть самые крайние имеется в виду, самые низкие. Это эрев-рав. То есть разноплеменная толпа, сброд из самых различных племен, которые ушли из Египта вместе с еврейским народом. В Египте было достаточно много пленников, рабов или просто людей, которые жили в Египте. И когда еврейский народ выжил из Египта, и египтяне не препятствовали их выходу, то тогда вслед за ними, как сказано в книге, шмот, ушел эрев-рав, то есть многочисленная разноплеменная толпа. Вот они-то больше всего, очевидно, роптали и жаловались. И загоревшийся огонь поразил именно их. Это первое мнение. Кто были здесь крайне? Второе мнение. Раби Шимон бен Минаши говорит наоборот, это были самые знатные и великие из них. Наоборот, крайними здесь были люди, имеются в виду люди наиболее возвышенные. Именно их и поразило наказание. Суть этих жалоб скрывает Рамбан, который пишет, и стал народ как бы роптать перед Богом. Мне кажется, что когда сыны Израиля отдалились от горы Синай, которая была еще достаточно близка к населенным местам, и вступили вглубь страшной пустыни, им жалко стало себя. Они стали говорить, как же нам быть, как мы сможем выжить в этой пустыне. До сих пор ропота не было. Конечно, не было. Были в пустыне, да, у горы Синай, конечно. Но на самом деле это только самое начало пустыни. Это совсем недалеко от населенных мест. В крайнем случае можно было и в магазин сбегать. А вот сейчас идем в настоящую пустыню, в Паран. Настоящая-настоящая пустыня. Безжизненная, безводная. Как там прожить? Народ, который насчитывает миллионы душ. И еще и скот. Что мы будем есть? Что мы будем пить? Как мы сможем выдержать такой тяжелый путь? Под палящим солнцем. Как мы отсюда можем выбраться? И стали они как бы роптать. И бессимиры Израиля роптали с горечью. Говорили с горечью и душевной боли. Отсюда это слово. Роптать. И это было дурным в глазах Бога. Потому что им следовало идти за ним с радостью. С веселым сердцем. Благодарить его за то великое благо, которое он им дал. Он их вывел из Египта. Он дал им Тору. Он ведет их в сторону обетованную. Он дает им это самое лучшее место на земле. Нужно было идти с радостью, а не жаловаться. Вот это вот самое событие. Вот это самая первая жалоба здесь. Раша говорит, как бы жалоба. Все это еще не выраженная жалоба. Ищем повода, на что бы пожаловаться. Плохо нам. Плохо нам. А почему плохо? Сейчас объясним, почему плохо. Найдем, почему плохо. Вот это вот самый первый ропот. Это еще не бунт. Это еще не открытое возмущение. Но этот ропот стал самым первым событием. В цепочке событий, которые нарастали. В которых этот как бы ропот превратился в ропот, в жалобы. И в откровенный уже бунт. В который вне повиновения и вне желания в конечном итоге идти в Рецисраиль. Тем самым разорвалась цепь событий. Вместо того, чтобы еврейский народ, выйдя из Египта, получив Тору, на одном дыхании, что называется, вошел бы в Рецисраиль. То он вошел бы туда тем же самым чудесным образом, как вышел из Египта. Все это было бы единым-единым процессом. Сейчас этот процесс разрывается. Происходит разрыв. События, начинающиеся здесь, вот этим самым первым ропотом, которые приведут к очевидному бунту в разделе шлах, в истории с разведчиками, когда еврейский народ отказался идти в Рецисраиль. И в результате был оставлен в Синайской пустыне на дополнительные 39 лет. Вот все эти события, они разорвали между исходом из Египта и вторжением в Рецисраиль. Последствия этого разрыва были судьбоносными. И в какой-то степени трагические. Но уже конкретно об этих вещах мы будем говорить на следующих уроках.